Скала Дракона именно там в своё время Довакин уничтожал драконов. Это пристанище требует от тебя силы свыше трёх тысяч. Различные драконы 7-8 звёзд и воины, для которых понадобится 4 команды, будут тебя ожидать. Чтобы дракона не заподозрили о твоём подкреплении, нужно общаться в WhatsApp. Не кричи, пока не увидишь дракона. Даже несмотря на то, что Героев Атлантиды среди пятёрок 10, всё равно найдутся недовольные, кого не устроит этот топ. Ах да, о чём я. Топ 10 Героев Атлантиды среди пятёрок прямо сейчас. Если хочешь увидеть подобный топ среди четвёрок, нажми палец вверх. И как только наберётся полторы тысячи лайков, я пойду пилить видос и про них. Атомас. Даже несмотря на его уникальность воскрешения, как правило, Героев в обороне живёт мало. А если и живёт, то делает это без особых проблем для врага. В атаке же его медленная мана может сыграть злую шутку. Класс Героя тоже довольно сомнительный, ведь очень много варваров, кто способен спокойно не позволить отдать эмблемы этому герою. Как уже разбирал в обзоре на Атомаса, совсем недавно хорош в паре с Эвелин. Но кто ещё будет плох в паре со стихийным бронерезом? Мок-Ар. Акула лучше Атомаса только за счёт средней маны. В целом, герои достойны одинакового места, ибо у Мокара есть недостаток. Это невозможность нанести урон фиолетовым героям как своим, так и врага. А оставшись один на один с фиолетовым героем врага, по сути, это верная смерть. Не один раз были случаи, когда Мокар не мог убить элементарно Регарда в углу с камней. А время идёт. Как и здоровье акулы. Всё меньше и меньше. Миссандра. Прямо в данный момент у кого-то из обладателей этого героя подгорел пердак и случился инфаркт. Но не дам я Миссандре топ выше восьмого места. Её рандомность меня убивает. Да, круто, когда за её доп. удары происходит дозарядка других героев по мане, но это настолько мизерный шанс, что даже не хочу об этом вспоминать. В бароне, как и говорил в обзоре, с неё большинство течёт, однако не понимаю, по какой причине это происходит. Ведь проблем от неё порой меньше, чем от Атомаса. А Атомас среди всех пятёрок, напомню, худший. Посейдон. Довольно крепкий середнячок в этом топе. Полушотный урон, быстрая мана и уникальный баф в игре, который не позволяет воздействовать на ману ваших героев. Польза раза в два больше, чем от Миссандры. Класс-боец, кстати, у обоих претендентов, но я без долгих раздумий выбирал бы Посейдона. Тарлок. Бафер один из уникальнейших в игре. Почему я не смог поставить его выше? Потому что он топ только в руках человека, а не бота, работающего рандомно в обороне. Да ещё и с таким бафом, как усиление, работающие только на камне и уроны стычек. Если рассматривать оборону. На Титане и в налётах спору нет. Если вам нужен стабильный урон 30 тысяч, Тарлок ваш выбор. А в атаке герою пофиг с кем ходить, ведь он одинаково имбово усиляет урон с камней для каждого. И даже тот, кто бьёт слабо, начинает бить больно. Под критами так вообще атаас. Инари. Как бы мне не хотелось поставить тебя выше. Прости меня, 9 хвостэ. Твоё место 5. И не потому, что ты пятёрка, а потому, что высокий урон с камней и средняя мана позволяет тебе атаковать непредсказуемым стилем с шансом уклонения. Тем не менее, в обороне твой баф можно сдиспелить, и весь кайф от твоей ульты полностью утрачивает смысл. Но на Титанов тебя я буду брать и дальше. Кстати, Инари принадлежит одному из классов, который помимо уклона, на плюс 8 позволит вам сократить уровень ваших войск, чтобы герой умел заряжаться с 9 камней. Видос, если не смотрел, вон там справа вверху. Митсука. Как и в случае с Лисицей, герой идеально раскрывает себя в атаке, где вешает контру от ульты синих врагов на всю команду. В обороне выглядит получше, чем Инари, но она не станет заменой Гвине по центру, ведь режет она ману не всем, а только трем целям. И такой класс, как Колдун, не делает её имбои в обороне. Незаменима против любого активного сетапа обороны врага. Режет ману по часам, урон есть, замедление регена накинуть может. Что ещё нужно от монореза и стихийного отражателя недугов? Урсена. Более прикольный герой в плане стихийного отражателя недугов и массового убийцы это именно она. Пардон, то была не убийца. Герой, взявший много хорошего от таких как Мокарка Гебурада, что позволяет по сути наносить полушотный урон, если герой врага имеют более 50% здоровья. Это особенно актуально, когда герои не фуловые, а вот прям имеют от 50 до 60% здоровья. Влетает дикий урон и по сути остаётся только добить врага камнями или другими героями. За неё нужно действовать обдуманно, ведь урон из 5 сотен может спокойно стать 200-250, что уже будет неприятно. Класс идентичный Митсука. Пожалуй, добавить больше нечего, ведь совсем недавно вышел обзор на неё. Кагебурада. Самый уникальный герой в игре, он такой один, кто прежде чем шотнуть снимает все усиления с цели. Быстрая мана позволяет герою набрать ульту с 6 камней по героям из 3 пустоту. Правда, как и в случае с Урсеной, нужно действовать чуток обдуманно, прежде чем наносить урон. Ведь сделав это после других героев, он может пробить также неэффективно на 300-400 урона. В обороне же на эмблемах урон героя достигает порой тысячи, а то и выше. Имба? Имба. Спора нет, но всё-таки ему я отдал второе место. Ариэль. На первом месте всё-таки она. Такой же уникальный герой, который мало того, что единственная в игре из средних хиллов пятёрок, так ещё и реген маны даёт как в атаке, так и в обороне. Как и любой хилл она тоже снимает недуги. Но её баланс защиты и здоровья, а также семьи Атлантиды даёт о себе знать. И класс церковник просто на руках внёс её на престол этого топа. Это был мой топ-10 героев Атлантиды среди пятёрок по вашей просьбе. Пиши свой коммент, какой топ ты хочешь увидеть. Напоминаю, что тот коммент, который набирает под этим видео кучу лайков, будет мной реализован в следующем видео. Ну а полторы тысячи лайков дадут мне отмашку, после которой я пойду делать подобное видео про героев Атлантиды среди четвёрок. Вроде бы его ещё не было, да? Пиши своё мнение, мне будет интересно, как бы расположил героев ты и почему. Вся полезная сейки по игре ты найдёшь в описании под видео, дальше интереснее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok